На стыку трех межа в Беларуси, России и Украине размещен монумент дружбы «Три сестры». Тема «Яднання» калемемориального комплекса «Курган Славы» гучить особливо. Количество заведения монумента стало всенародно-межнародным. Жменью земли у его подморок поклали тысячи людей из всего Советского Союза. Тем самым, пообещавши, мы не забудем. Зараз место памяти плануют реконструировать. Средки выделять с бюджета Гомельской области. Подробности в наступном сюжете. На стыку трех межа в Беларуси, России и Украине размещен монумент дружбы «Три сестры». Помник, який объеднал три усходнеславянские народы. Место уникальное. Гета одиная кропка на карте, где сустракаются межа трех краин. Монумент на международном скрыжевании узвели Амаль по 100 годзе тому. И не только як географичный знак, але и як символ историчного и духовного яднання. Идея належит архитектору Леониду Стукачеву. У 70-х она была признана лепшей на конкурсе архитекторов России, Беларуси и Украины. По задумке, конструкция на высоком кургане складается с трех пилонов. Їх венчают гербы и обнимают широкий бронзовый перстенок. На барельефах – сторонки огульной истории трех славянских народов. Так докладно передать сутность единства Гомельскому мосту, депомогло махчимой тое, что его лес у разный час был связанный с усими трыма краинами. За свое жито Леонид Стукачеву ящи поспее одновить не один разборный войной город, стане сябром Союза архитектора СССР, а потом у 2000-м подзез життя, покинувши надчатком спадщину, как берагли и памятали про сенс белоснежного символа. Это был мой учитель. Мы сделали рабочую документацию и очень быстро, конечно, строили. Украина предоставила мрамор. Кстати, одно из таких нюансов было – это место, стык наш показался очень в низине. Там очень низко. Самая низкая точка обычно монумент ставится выше. Но пришлось поэтому подсыпать очень много, сделать воду, грунт брать рядом, навозить. За заведение монумента в первый же год тут пройшел фестиваль «Славянское одинство» и молодежный лагерь «Дружба», что год это место сбирало и объедновало тысячи людей с трех суседних краин. Люди приезжали, как активно обменивались информацией, как дружили, как встречались, как родные люди через год. Как собирались люди в монументы. Гамельчане Александр Лаурененко и Валентин Хатьков на протягу 20-ти годов приезжали на фестиваль «Славянское одинство». Кажется, эта территория зауседа была местом сустрежа поколения и памяти. Местом, где раз на год мы же становились умовными. Подчас фестивалю мытные посты припыняли работу. Трапезть до монумента можно было без предъявления пашпорта. Моя семья, мои дети, они практически выросли на монументе. Он прошел через наши судьбы и через людские судьбы. И остался действительно тем самым светлым явлением, о котором можно вспоминать всю жизнь. Сегодня немножко ностальгируя, но мы очень надеемся, что это состояние все-таки вернется. Я думаю, что и со всех трех сторон люди бы пошли, если бы это было, скажем так, возможно, организован для того, чтобы там действительно навести порядок, облагородить это святое место. Худка символичный знак единства на стыку трех краин будет одновлены. Идею поднимал и керавник державы. Выросшено, что сродки на реконструкцию монумента будут выделены с бюджета в Гомельской области. Працу будовники пошнут с приходом весны, а пошние штрихи поспеют заробить как раз до историчной даты проведения фестивалю. Сегодня нужно использовать любую возможность, чтобы показать, насколько важно славянское единство. Чтобы показать всему миру, насколько переплетены корни славянских народов. Именно поэтому президентом нашей страны было обращено особое внимание на монумент дружбы, как символ славянского единения и братства. Кстати, в народе его так и называют – «три сестры». Президентам поставлена задача благоустроить монумент, навести порядок, чтобы вся территория была красивой, цветущей. И я уверена, что мы достойно справимся с поставленной Александром Григорьевичем задачей. Я думаю, что после проведенных работ монумент получит буквально новое дыхание и соберет новый фестиваль «Славянское единство», где зазвучат голоса трех славянских государств – России, Белоруссии и Украины.